Мы собрались здесь, чтобы рассказать вам, кем был тот человек на самом деле. Так как люди не ценят этого человека в полной мере, потому что они ничего не знают о нем. И этот человек, это Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, мир ему и благословение. И кем же был Мухаммад? Он был человеком, жившим 14 столетий назад, в аравийском обществе 7 века, где люди закапывали живьем своих дочерей. И он остановил этот мерзкий обычай, где женщины были унижены. Проституция была распространена, и она была повсюду. Там была несправедливость, было экономическое неравенство. И это было реальностью в Аравии 7 века. И Мухаммад, да пребудет над ним мир, появился, принеся с собой мир, толерантность и правосудие. Не только в 7 век, но и до наших дней. Вы можете сказать мне, ну и что? Многим людям удавалось это сделать. Но аргумент состоит в том, что этот человек, Мухаммад, мир ему, имел заявление. Он не только сделал все эти прекрасные дела, но он еще и утверждал, «Я, я посланник Бога, я посланник Аллаха». И будучи рациональными людьми, а мы здесь все используем свой разум, все мы интеллектуальны в каждом своем направлении, все мы используем данный нам разум. Мы никогда не будем переходить через дорогу закрытыми глазами. Мы станем переходить ее, используя наши органы чувств. Так давайте использовать наш разум, и подойдем к заявлению Мухаммада, мир ему, таким же путем. Итак, он сказал, «Я посланник Бога, давайте проверим это». Мы знаем, что существует всего 4 варианта. Либо он лгал, либо он заблуждался и был безумным, он был одновременно лжецом и безумным, либо он говорил правду. Это логические варианты. И давайте рассмотрим все вместе, будучи людьми размышляющими, чтобы прийти к выводу, кем был Мухаммад. Был ли он лжецом, или он говорил правду. Первый вариант, что он был лжецом. И я готов поспорить, что заявлять, что Мухаммад, мир ему, был лжецом, это то же самое, что заявлять, что никто на земле и никогда не говорил правду. Никто. Потому что социологический профиль Мухаммада, мир ему и благословение, абсолютно не подходит к профилю лжеца. Почему же это? Потому что над ним издевались, его бойкотировали, и было время такого голода, что ему приходилось привязывать два камня к его животу. Он видел, как его любимых сподвижников притесняют и убивают. Он был изгнан из любимого города. Ему постоянно причиняли вред. И даже однажды, наступая ему на шею, пытались сломать ее. Его запрасывали камнями. Те, кого он любил, запрасывали дети. А он очень любил детей. Он был милостивым к детям. Но они бросали в него камнями. После того, как он отправился в город, в пустыне Аравии, только лишь, чтобы призвать их к чему? К вере в одного истинного Бога. К вере в «Ля Иляха Илля Аллах», что нет божества достойного поклонения, кроме единого Бога. «Аль Илях Аллах», что означает «Единый Бог». Это и было его посланием. Но в то же время он постоянно голодал. В его доме не разжигался огонь на протяжении шести месяцев. И мы видим бедствие, хаос. И все это, все только лишь ради простого послания. И также ему предлагали богатство, власть, деньги, женщин, величие и статус. Но он отказался от всего этого ради простого и глубокого послания, которое является близким всем нам. «Ля Иляха Илля Аллах», что означает, что нет ничего достойного поклонения, кроме единого Бога. И это и было реальностью. И даже то, что еще глубже этого, мы знаем, что Мухаммад, мир ему и благословение, был предводителем государства. И были сражения, и эти битвы были, чтобы защитить мусульман и немусульман. Потому что в городе Медина мусульмане должны были защищать каждого, кто там проживал, включая немусульман. Вот почему пророк Мухаммад, мир ему сказал, «Кто причинит вред немусульманину, находящемуся под нашей защитой, причинит вред саму пророку». И когда он сражался в битве при Хунейне, тысяча стрел летела в него. И некоторые из подвижников даже стали прятаться за него. Но он продолжал идти вперед, заявляя, «Я посланник Аллаха, и я не лжец». Взгляните на его мужество. Разве это подходит под описание лжеца? Разве он подходит под описание лжеца? Нет, не подходит. И вот поэтому, если это правда, то мы не можем заявлять, что он лжец. Заявлять, что он лгал, да пребудет над ним мир. Будет так же, что и сказать, что никто и никогда не говорил правду. Потому что никто не проходил через все это только лишь ради простого и глубокого послания. Отвергать Мухаммада, мир ему, это отрицать свою собственную мать. Так как единственное доказательство, что ваша мать – это ваша мать, только то, что она вам это сказала. Ваш отец вам это сказал, и ваша семья сказала вам об этом. Это просто свидетельство. Но у нас есть историческое свидетельство, которое намного глубже и имеет намного больше причин, чтобы говорить «этот человек никак не мог быть лжецом». Давайте перейдем ко второму варианту. Он заблуждался и был безумным. Но как мы можем сказать, что этот человек находился в заблуждении и был безумным? Давайте сперва посмотрим на его учение. Является ли его учением продуктом человека безумного? Он сказал, да пребудет над ним мир. Нельзя причинать вред и возмещать за него. Он сказал, вы не уверуете, пока не станете любить для других то же, что и любите для самих себя. Он также сказал, что мы обязаны быть справедливыми. Он сказал, что это на арабском, а перевод означает «бойтесь притеснения, бойтесь несправедливости». Она ведет ко мраку в судный день. Пророк Мухаммад, мир ему, показал нам уникальную экономическую систему, которая превзошла коммунизм, социализм, либерализм, неолиберализм, либертерианизм, ютилитарианизм. Все эти измы, эскизмы и миражи, которые мы пытаемся достичь в политической пустыне. Он превзошел все это, сказав нам, что сын Адама – это все вы. Все, в чем нуждаются люди – это еда, дом и одежда. Он определил основные человеческие потребности и создал экономическую теорию распределения. Но капитализм обманул нас. Это болезнь накопления, которая утверждает, что слишком много нужд и отсутствие ресурсов. Но ведь еда, сельскохозяйственные организации утверждают, что у нас на планете достаточно калорий, чтобы накормить целых три планеты. И 14 столетий назад его геополитическая теория опередила время. И как мы можем сказать, что этот человек заблуждался или был безумным? И также заблуждающийся человек, который хочет верить, что то, что он говорит – это правда, будет использовать любую возможность в свою пользу. Но пророк Мухаммад, мир ему, никогда не делал этого. Случилось затмение в тот день, когда умер его сын. И его сподвижники подумали, что это затмение случилось по причине смерти его сына. Но он ответил – нет. Аллах, Бог, не делает затмение по причине чьей-то смерти, даже смерти сына пророка. Если он заблуждался, если он действительно был заблудшим, он мог бы легко сказать – о, да, это действительно случилось, потому что я действительно пророк. И мы видим, что невозможно то, что он был заблудшим. Что же насчет третьего варианта? Что он был и лжецом, и безумным. И это логическое противоречие. Можем ли мы иметь квадратный треугольник? Это невозможно. У квадрата есть четыре стороны, а у треугольника три. Квадратный треугольник. Из трех – четыре. Из четырех – три. Это невозможно. Это то же самое, что и объяснить догмат троицы. Это невозможно. Итак, кто-то может лгать, что значит, он знает, что он не говорит правду, но продолжает лгать. Но тот, кто в заблуждении, думает, что он говорит истину, но она основывается на лжи. Эти две вещи вступают в противоречие. Итак, друзья мои, мои дорогие люди, мои братья и сестры по Адаму, наш разум утверждает, что то, что он говорил, – это правда. Так как мы обсудили то, что он не мог быть лжецом. Мы уже обсудили, что он не мог быть заблуждающимся, и что он не мог быть обоими в одно и то же время. И поэтому он говорил правду. Если он говорил правду, братья, сестры и друзья, если он говорил правду, это значит, что воистину он был посланником Бога. И неудивительно, что арабы того времени, его же враги называли его достойным доверия. И это то, кем был Мухаммад, да пребудет над ним мир. Человек, который изменил реальность. Человек, в которого, может, вы и не верите, но повлиял на жизнь каждого из вас в определенной степени. И сейчас вы узнали, кем был этот человек. Узнайте о нем больше. Не стреляйте в посланника, а узнайте его послание. И я хотел бы еще кое-что добавить. Я хотел бы всем вам сказать, после того, что вы услышали, откройте свои сердца и свой разум. И если вы что-то не понимаете, то спрашивайте. Так как пророк Мухаммад, мир ему, сказал, излечение от невежества – это задавание вопросов и их изучение. И на этой ноте давайте закончим.